Доброе утро! Это борто-тентовый вариант, это, по сути, будка, да, с возможностью перевозить прицепы конкретного, да, там, какого-то сельхозного значения и так далее и тому подобное. Сейчас мы с вами буквально прям посмотрим. Друзья, хочу порекомендовать вам первую в своем роде мобильную онлайн-роллплей игру с собственным движком OneState. Игра погрузит тебя в настоящий мир Лос-Анджелеса, где тебя ждет атмосфера как богатых районов Америки, так и криминального гетто. Только представь, сотни таких же, как это, игроков на одном серваке ищут свой путь и способ преуспеть, ведь здесь, как и в реальной жизни, ты сам себе хозяин. Устройся на работу дальнобойщика или таксиста, накопи на первую машину, а потом наводи суету, катаясь с друзьями по району. Или становись полицейским, чтобы ловить преступников. Устраивая погони с нарушителями, обеспечивая закон и порядок. Все это прямо в твоем телефоне или планшете. В этой игре используются последние фичи мобильной разработки и новейшие технологии. Есть уникальная для мобильных игр систем освещения и реалистичная подвижность игровых моделей. Игра поддерживает как iOS, так и Android, а это значит, что можно играть хоть с телефона до хоть с планшета. Еще в игре очень гибкие настройки графики, которые позволяют комфортно играть на любом девайсе. Игра бесплатная и здесь нет никакой надоедливой рекламы, а точнее ее вообще здесь нет. Лично я рекомендую заценить эту игрушку. Если ты ее не скачал, заходи по ссылке в описании и качай. И не забудь ввести промокод ДОБРО, чтобы получить бонусы на старт. Немножко забегу вперед, скажу, что есть естественно прицепы к нему в виде будки. Это такая изотермическая история, либо же это может быть вот как рефрижератор. Можно поставить, также здесь есть вариант шторный, широкий, ну не широкий, длинная база и короткая база. И зерно. Естественно щука здесь никаким образом дышла вот это поворотное, оно не крепится. То есть если вы не умеете парковать, конечно это вы будете страдать в этом плане. А так как бы практикой все будет, ребята, нормально. Так что здесь как бы забегая вперед, скажу, что есть вариант, который можно цеплять к этому КАМАЗу. Теперь сам КАМАЗ. Дилеры брендов модификации. У нас представлен КАМАЗ по сути как бы одной комплектации, просто с двумя вариантами. Как вы видите здесь гидрозатвор вот этот идет, да, как это, опускание вот этой всей истории. КАМАЗ в принципе идентичен, как бы это вот, как бы два варианта вот так вот оно сделано. Кабина здесь всегда низкая, модификация 6207, у них всегда низкая кабина. Кстати, разработка даймер, движки здесь должны быть даймерские. Изначально конфигурация 6 на 4 стоит. Ну вот как-то вот какая-то вот такая, друзья, история. Длинная, это прям сейчас 6 на 4, по качеству отлично, никаких проблем. Я как бы не любитель КАМАЗов, но я оцениваю именно со стороны самой модификации, да. Любителям КАМАЗ подобных техники, да, 5490, К5, там вот этих вот вариантов, зайдет по-любому. Давайте посмотрим. Ну, оптика, в принципе, ничего сверхъестественного, стандартно, но оптика не молоко, нормально светится, все хорошо. Теперь по кабине. Кабина, естественно, низкая, автопоезд имеет, имеет воздуховод такой черного цвета. По шасси, по шасси, шла Саша по шасси, по шасси, жесткое слово какое-то, по шасси, это тут, блин, по шасси. 6 на 4 стандарт, 6 на 2 и 4 с подъемной осью управляемый, классический БДФ 4 на 2, обычная одиночка будка. 6 на 2 и 4 уже с гидро, исполнением будка, одиночка, и 6 на 4 вот так. То есть, две модификации по два разделены. Давай обычно пока стандарт возьмем. По движкам двигатели Daimler, естественно, 400 сильные движки, 430, 430, 476, он офф, он офф, он офф, он офф, что-то даже я не знаю, что за он офф, это что у нас, он офф. Он офф, не буду врать, ребят, не скажу, правда, может, напиши в комментариях, он офф. Ну, что-то мне прям подсказывает. Не буду, пишите. 476 поставлю, хорошо. По поводу трансмиссии, КамАЗовская шестерка, восьмерка, повершив, 12 без ретарда, ретарда нету, 16 ступенчатый, тра-та-та, ну, какую-нибудь 12 я оставлю. По самой кабине. Кабина низкая, естественно, имеет люк, сверху все это определяется, все это вида, никаких проблем. Кабина одна, не менять никакие ни цветовые гаммы, ни обшивку, ничего, классика полнейшая, в целом неплохо сделано, ну, неплохо, как бы, ну, так посмотришь, как бы, ну, нормально, да, то есть покататься можно, для любителя в любом случае зайдет стандартная бортовая система и все в этом духе. Стандартная обшивка, ковролина и вот это все, вот эта ворсовая история, как бы, все это имеется. Кабина одна, никак не изменяется. Идем дальше, цветовые гаммы, ребята. Цветовые гаммы большие, на самом деле, пользовательский цвет любой, какой вы хотите, пользовательский металлик, какой вы хотите, да, там можете сделать. Есть колор, который вниз у нас остается без изменений, типа закос под пластиковые, да, бампера, ну, как бы, бедные такие вариации, да, а верхняя часть, понятно, что может как-то раскрашиваться. Есть куча скинов различных, Адамасы, АТЛ, Крафты, Кронус, транспортные компании, есть вот такой, типа, дальнобойщиков, да, на морду флаг Российской Федерации, есть Шенкер, Делка, ДХЛ такой, ДХЛ такой, ГЛТ, Горбунов, Транспорт, АйТека разных вариаций, ну, и дохренища, да, вот там Крейс есть, Лагренш, Логинов, прошу прощения, Логинов двух исполнений и так далее, и тому подобное. Веста, Автотрейдинг разных исполнений, Байкал, Сервис Пэк, Почта Россия, ребята, Мираторг, дохренища всякой вот этой всей истории, Союз, Логистика, Энергия, Транспортная компания, Семерка, Пушкина, КамАЗ, Лизинг, тоже исполнение, видите, сколько и такие-сякие разные, поэтому поставить можно. И обычные стандартные какие-то цветовые гаммы, черные, там, синие, да, вот, когда не парится кому, очень много цветовых решений, белый, не белый и так далее, вот, как бы, классика, да. Наставлен, допустим, белый, чтобы просто посмотреть для начала, а там скин можно любой поставить. Что касается теперь тюнинга, поехали снизу вверх, защита губа, есть четыре варианта освещения вот таких вот, да, даже ДРЛ-ки вот эти вот имеются, ну, опять же, ставить не ставить, дело ваше. Защита другого, исполнение с такими же, в принципе, фарами, да, то есть без изменения такие же фары можно поставить, окей. Низ, решетка, решетка на полную оптику, на низ, так, два варианта разных, какой ставить, дело ваше, да, то есть защита, ну, защита для красоты, потому что, естественно, камни никакие-то не улетают, да, вот, даже в ЕТС есть вот защита от камня в виде такой губы вверху, а толку от нее, ну, как бы так, для красоты, вот, не имеет какого-то вот, напрямого назначения для игры имеется в виду, в жизни-то понятно. Туманки, три думеса, либо четыре стандартные, вот тут, как тут это, да, это просто стандартное какое-то освещение, ничего сверхъестественного. Дальше пошли решетка, номер 62-207-136 регион, если кто не знает, Лакост, воронежский разработчик. Причем, это 3D-модель, как бы, не нарисованная история, а именно 3D-модель. Здесь у нас что? Облицовка, это получается вот этой части, да, да, темный камаз с заглушкой, либо, как бы, под хром какой-то, да, такой вот. Ну, стандартный, либо вот убрать вообще, ну, вот так оставим. Здесь у нас логотип камаз хромированный, камаз черный, логотип свет. Логотип свет будет включаться вместе с фарами, в белых тонах, ну, пускай будет хромированный обычный. Да, пахни сюда, понятно. Здесь у нас используются всякие таблички, опасные грузы и так далее, да, негабаритные там и все это. Здесь, с этой стороны, лента светотехники, да, не светотехники, светоотражательная вот эта история. Стандартная табличка пассажира-водителя. Сисла у меня сейчас не стоит, поэтому не могу проверить, но я думаю, там поддержка есть. Фронтальное зеркало или бордюрка. Есть короткое и длиннее вот такое. Как раз она, как я помню, два исполнения козырька. Козырек прямой для короткого получается. Если мы поставим козырек вот такой, с выемкой, да, то, соответственно, фронталка вот такая, как у МП-3, да, там, Мерседеса. Вот, как я и сказал, два, получается, варианта. Вариант стекло и вариант заглушка, да, то есть пластик какой-то темный вариант. Здесь у нас, понятно, правая и с левой стороны флажки. Сбоку у нас боковое зеркало. Про тент мы сейчас и про всю эту историю поговорим. Маяки, понятно, что слева и справа ставить не будут акцентировать на телемонии. Люстры, тоже дополнительное освещение вот такое вот имеется. Такое же, как бы, и внизу, да, стандартное ставить, не ставить, дело ваше. Здесь что у нас? Это опять зерновоз, тратата и дудки. Ну, дудки давай какие-нибудь мы поставим, попробуем. Зеркала боковые без изменения. Колесная база, диски, все то же самое. Имеется колпаки. Колпаки цветные, можно поставить колпаки. А нет, два вот варианта, да, светлый и темный, именно сам диск. И колпаки вот обычные. Ну, допустим, вот так поставили по колесам. Камазовские. Камаз такой, Камаз секой. Зимнее исполнение, пожалуйста, любой какой-то поставить. Вариант, допустим, сюда можно. Шины Кама. И, в принципе, в принципе, в принципе, бак, бак не бак. Брызговики передние ставятся. Здесь у нас запасное колесо вниз рамы. С одной стороны, по с другой стороны, бак. И четыре варианта разного протектора есть. Задние колеса, ребята, та же самая абсолютная история. Какие-то Камазовские варианты поставить можно. Да, там вот как-то вот тут какие-то вот такие вот поставили и все, пойдет. Здесь у нас сзади что? Брызговик один и брызговик какой из них? А, на две оси, да? Эта ось и эта ось. Жопа без изменений, свет не меняется. И переходим теперь как раз к борту. По поводу борта. Зерновоз чисто белый цвет. При изменении, естественно, кабины меняется. Только сама кабина, зерно никак не меняется. То есть сама вот эта скин, да? Дальше, если мы берем с вами... Дальше у нас идут уже другие варианты зерна. Зерна, который мы можем с вами сюда вот поставить даже с вариантом айтека. Дальше у нас есть дикси и подобные вариации. Если мы используем как бы вот как бы рефрижератор, да? Тот же изотерма. Вот варианты, вариации, видите, разные. Такая и сяка. И в принципе классно. Вы красно-белая для любителей побухать. С холодильником карьер, да? То есть крейс есть. То есть вот они в ряды магнит, монеточка, да? Все вот как раз подошло классно. Монеточка, да? В таком желтом цвете прям прям пушка. Вот. Поэтому такие вот, видите, просто будка, да? То есть орион. И они все, ребята, есть. И также шторна, да? То есть шторны в исполнении тоже. Пэки, не пэки, почты. Все это здесь имеется. Как вы видите, здесь затвора нету. Потому что другая вариация, естественно, как бы будки. Ну, то есть, допустим, если возьму вот это, сейчас перейдем и в шасси. Если здесь без изменения и BDF-ку, так же мы можем 4 на 2 поставить ось, как бы классику. То уже вариация с... С опусканием гидра вот этой всей истории. Здесь как бы без изменения, только... Здесь уже будут вот так вот. То есть Dixie. Именно крупные варианты. И зерна уже, естественно, нету. Потому что какой смысл для зерна ставить вот эту херню. А так, пожалуйста, вот можно всю эту историю зафигарить. Давай сейчас где-то была монеточка. Мне монеточка понравилась. Класс вообще. Понятно, никакого спойлера нету, потому что кабина низкая. Логично, да? Вот. Мне нравится. Я, ребят, как бы вот не то, что прям... Я хоть и не любитель. Есть также задний колпак, да? То есть перед задом. Так вот прям по территории России погонять отлично будет, кстати. Пускай в таком исполнении. Хотя, у нас тут есть пятерочка или что-нибудь такая вот история какая-нибудь. Как называется? Монеточка. Я тут напишу. Мэ. Есть транспортная компания. Нет. Мираторг. Мираторг. Да? Такого нет. Я тут что-то не видел. Главторг. Байкал сервис. Орион. Автотрейдинг. И какой-то колор. Блин. Ну, как-то вот я не знаю. Но можно белый оставить. Пускай, ладно, белый будет. Вот так это будет выглядеть. Так. По тюнингу, ребята, все. Все, да, и как я и сказал, разные варианты, в принципе, без изменений, да, тут сбросились у нас. Вот. И поставить, конечно же, вот эту всю историю, конечно же, можно. Так, с этой стороны ничего, запасочку нет. Никакую нет. И здесь уже баки с двух сторон, естественно. Они там, по-моему, по 400 литров, если не ошибаюсь. Вот. Ну, вроде как. Пускай будет так. Пускай так. Теперь по салону. Поехали. Руль. Разные варианты. Есть обшивка. Есть у нас какие-то чехлы. Да, которые мы можем поставить разных вариаций на любой вкус и цвет. Вот такая вот кожа. Сосиска, да. Серых тонов. Пожалуйста, любой, какой хотите, вы можете воткнуть себе и поставить. Ну, допустим, а так оставим. Телефон, либо портативная навигация какая-то. Здесь у нас есть столик. Ну, как в MP3, да, в Мерседесе. Можем столик поставить. Сюда положить какие-то аксессуары, какие-то ключи и так далее и тому подобное. Здесь у нас есть дополнительное лобовое стекло. Да, какие-то вот такие вот. Пускай что-нибудь одной повисит. Полоска, как я сказал, КамАЗ, Воронеж. Спаси и сохрани. Мы оставим. Пускай будет спаси и сохрани. Кстати, смотрится прикольненько. Шторки. Шторки стандартные. Белый цвет. Ну, давай какой-нибудь вот серый вот такой воткнем, да и все. Козырьки я сказал. Вонючки, не вонючки. Оставим. Здесь у нас понятно. Флажки, не флажки. И что здесь? Мы можем писать Маринку. Мужика, не мужика. Витьку, Светку и хоть всех вместе взятых. Пускай Маринка со мной сегодня поездит. Так, огнетушители от взрыва жопы. Да, в принципе, ребята, все. Больше особо ничего. И воздуховод сюда. Во, красота какая, красота. Вот так это будет выглядеть. Да? Поехали. Покупаю. И заодно мы, кстати, с вами для монеточки как раз сейчас прикупим. Куда-нибудь сюда вот что ли. И прикупим сразу, я думаю, прицеп. Только нам сначала надо взять КамАЗ. Да, за руль его сесть. Чтобы у нас он появился. И мы тогда с вами, конечно же, сможем. Мы с вами сможем взять, естественно, прицеп. Сейчас идет загрузка. Сборка 28, ребят, с проекта России. Ждем. Так, загрузились. Окей, вот так это, друзья, выглядит. Давай сразу прицеп, прям сразу сходу. Если у нас там была изотерма, да, но будка вот такая вот. Давай, допустим, вот такую посмотрим. Все это цепляется, кабели ставятся. Есть вариант двойного, одинарного. Будки разного исполнения. Ну, давай вот это какую-то вот такую вот оставим, да, допустим. Одна трехосная. Опять здесь крейс, не крейс, диск, дикси, не диски. Монеточка давай опять же, да, поставим. Это как-то выглядит, фу, нет, не надо такую. Давай мы будку вот такую, чтобы красиво было. И по тюнингу колеса. Нюти какие колесики здесь. Тележка такая. Упрощенная, либо вот с ящиками. Давай упрощенку, паста. Хотя нет, пускай с ящиками. Здесь тоже должны быть у нас брызговики. С логотипом КамАЗа, не КамАЗа и так далее и тому подобного. Допустим, на жопу нижняя часть. Здесь у нас стоп огни двух исполнений оставим. И номер ставится вот какой-то, 136-й. Опять же, воронежский. Пускай будет. И спереди. Ящики. Можно заменить на запасное колесо. Два запасных колеса. Ну, как бы вариации, друзья, имеются. Ну, пускай вот так. Ладненько, не буду я прям сильно что-то мудрить здесь. По колесам, да, тут. Можно колпаки, кстати, поставить. Давай, кстати, мы колпаки вот так вот зафигарим, чтобы было как-то по красе. И мы вот так вот оставим. Давай, покупаем. Покупаем. Хочу отметить, что, да, действительно, будет тяжеловато, в принципе, кататься на подобных вот таких вот устройствах. Ну, так, а я вот цепнул вообще или нет? А я вот не цепнул, походу, да? Я вот не цепнул. Так, есть контакт. И поехали по звукам и по всему остальному. Так, вот так это, друзья, сейчас выглядит. Ну, неплохая телега, неплохая. Заводимся. Два сигнала. Бортовая система стандартная на русском языке. Освещение. Угу. Говорит и ближний, дальний. Свет сигнал. Анимации нету. Аварийка, естественно. Работает. Девочка сидит на О. Освещение не включается на О. Но были бы маяки, работали бы маяки. Поворотники есть. Ну, короче говоря, вот так это, друзья, будет выглядеть. Дворники есть. Есть. Окна, я думаю, опускаются. У меня просто не забиндено, ребята. У меня окна не забиндены. Хотя, давайте сейчас я быстренько настройки кнопки и клавиши. Даже когда кто здесь не знает, как это все настраивается. Вот здесь открыть окно. Прям биндим. На какие-то вещи, чтобы оно работало. И посмотрим. Да, опускается. Есть анимация. Опуска, подъема. С той стороны. То же самое опускается, поднимается. Поворотник. Офнись. G-Set Time 1. Ночь. Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь. Освещение выключили. Да, сейчас глушим. Аварийка работает вот так вот. Если я включу. Ага. Освещение есть. Угу. Снаружи. Угу. Вот так это выглядит. Отлично. Реверс. Повторители прикольные. Стоп. Сильно, конечно, освещает сзади. Вот здесь вот есть такая история. А так, в целом, да, нет. В целом, в принципе, нормально. Пойдет. 12 дня сейчас ставим. На дочь проверим. Господи. Куда это я вышел-то случайно так? G-Set. Виазер. Один. Дождь. Дворники работают. Мажут. Здесь. Нормально. Мажут. Снаружи анимация. Имеется. Пойдет. Пойдет. Выключаем дворники. По езде теперь. Есть датчик дождя, естественно. Выезжаем. Давно не катал на подобных вещах. Снаружи звуки не такие громкие. В салоне погромче будет. Так, выезжаем. Не лагает нормально. Пропусти меня, я обзор снимаю. Выезжаем. Мы сейчас находимся где-то в районе, что-то походу... Где мы находимся хотя бы вообще. Где-то в районе Владимира. Ну, прям нормально. Я сейчас на клавиатуре, ребят. Поэтому мне неудобно. Мне настройки под... Подруль. Никогда не любил звуки камазовские, конечно. Такие они прям какие-то забористые. Ну, на любителя. Тут на любителя, ребят, конечно. Перевозка имеется. То есть никаких проблем. Все это поворачивается. Отлично. Так. И теперь по грузам, ребята. Биржа грузов здесь, естественно, и имеется, конечно же. Единственное, по тонажу, что-то космические какие-то варианты в будку. 22 тонны. Он с места хер тронится. С таким весом. Хотя, хотя, ну, не, ну, в будку в такую столько не залезет. Тут надо, мне кажется, пересмотреть вариации грузов. Чет до хрена. Здесь 19 тонн, 20. Понятно, мега-та-та-та-та-та. Это всякие вот там мука и так далее. Вся эта прописка здесь как бы имеется. Это если мы там берем. Я думаю, что если мы возьмем вариант, который второй зерновоз, там, естественно, будут другие. Да, вот сейчас давайте прям для прикола. Дилеры брендов я сейчас возьму. Куплю прям сразу сходу зерно. Вот прям даже ничего не буду. Вот покупаю зерно. Заодно проверим. Зерно я купил. Все окей. Для одиночки вряд ли прописаны, естественно, грузы. То есть вы вот так вот в будке с одной не поездите. По-любому надо ставить какой-то мод на палеты, да, на невидимые прицепы. Потому что реализации такой в игре нету. И как бы в этом смысла, ну, соответственно, как бы пока нету, да, если только через моды. Так, зерно. Зерно тентованное, получается. Если мы грузы в бирже, конечно. Нет прямой перевозки. Ну, вряд ли. Конечно. И если мы будем покупать прицеп, это у нас будет зерно. Да, любой, да. Вот этот вот. Куплю прям сейчас сразу. И мы с вами его прицепим. Какие грузы будут там? Ну, в принципе, я думаю, что это будет та же самая история в виде той же муки, наверное, каких-то сельхозпродуктов. Да, сыпучих каких-то вот вариаций, наверное. Наверное, да. Вот так это зерном, друзья, выглядит. И по грузам сейчас, понятно, биржа груза уже появилась. Здесь у нас зерно, 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 зерно. Ну, вся та же история. Те же самые тоннажи. 22 тонны. Ну, короче говоря, по грузам надо немножечко посмотреть. Потому что, мне кажется, что-то слишком многовато. Слишком многовато по тоннажу. Ну, это жесть, конечно, такая. 21 тонна. Ну, в такую будку вряд ли такая. И они же прописываются, как бы, вот, ну... Ну, такая реализация в ETS, по-другому не скажешь. Ну, 20 тонн, понятное дело. Ну-ка, а самый... 14 тонн есть, да? То есть, вес груза от маленького... От самого маленького до самого большого. Минималка 14 тонн. 14, и пошли 16... Ну, 19, 18, 20. Максималка 20, 22 тонн. Ну, собственно, ребят, такая вот история. В целом, КАМАЗ неплохой. Для любителей подобной техники зайдет. Для любителей подобной техники зайдет. Я думаю, вполне себе. Выглядит неплохо. Ну, это, как бы, на ваш вкус и цвет. Спасибо, Лакос, за предоставление мод на обзор. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому вообще поводу. С вами был Дима. Канал Добро Едет. Ссылочки все остались в описании. Удачи, увидимся. Пока.